Резкий обвал фондового рынка Китая Гости студии Евгений Усанов, региональный директор компании «Фиба Групп» и Евгений Слесарев, инвестиционный консультант «Фиба Групп». Здравствуйте. Здравствуйте. За последние три недели китайские акции потеряли около 30%. Рыночная капитализация упала более чем на 3 триллиона долларов. Чем был вызван такой резкий обвал на китайской фондовой бирже? Обвал китайского фондового рынка можно объяснить с точки зрения технического и фундаментального анализа. Опираясь на технический анализ, мы можем сказать, что рынок был сильно перекуплен. В таком состоянии акции долго находиться не могут. А если посмотреть на ситуацию с точки зрения фундаментального анализа, то тут тоже есть несколько важных причин обвала. Во-первых, неожиданные попытки Народного банка Китая повлиять на объем ликвидности. Во-вторых, снижение ВВП Китая в течение всего первого полугодия. С моей точки зрения, это самые важные причины. Можно ли было предугадать, что произойдет? Ведь перед обвалом наблюдался беспрецедентный рост рынка. Угадывать такие события очень сложно. Но такой обвал не был неожиданностью для профессионалов рынка. Все виды классического анализа говорили о высокой вероятности такого сильного падения. Стартовым механизмом стали действия Народного банка Китая. После этого нужно было только правильно отреагировать на движения и получить от них прибыль. Хочу еще раз напомнить, что биржевые спекулянты могут зарабатывать как на росте рынка, так и на его падении. Как это сделать? Мы подробно рассказываем на наших обучающих курсах семинара. Записаться на них может любой желающий по телефону, который видите на своих экранах. А сегодня мы запускаем акцию по бесплатному обучению. Проведили это с пользой. Каждый, кто дозвонится к нам в офис, сможет пройти полный курс абсолютно бесплатно. А почему падение началось именно с фондового рынка? На самом деле, на сегодняшний день в китайской экономике наблюдается два пузыря. Первый пузырь – это пузырь кредитования. И второй – пузырь, который раздурен на фондовом рынке. Но, тем не менее, эти два параллельных процесса, казалось бы, они очень сильно взаимосвязаны. Практика показывает, что чем легче получить кредит в экономике, тем сильнее и активнее растет фондовый рынок. Именно такой процесс и был в Китае, когда Китай всеми силами пытается стимулировать собственную экономику. А, собственно говоря, почему Китай это делает? Потому что мы видим замедление показателей по ВВП. И дабы поддержать, желание всегда есть, чтобы цифры прироста были как минимум двузначные, то есть чтобы ВВП был как минимум за 10%, но это нереально на самом деле. Другое дело, что Китай ставит такие задачи. И, соответственно, Китайское правительство, Народный банк Китая начинает стимулировать экономику. Они снижают процентные ставки, они облегчают получение кредитов, они снижают даже залоговые требования для банков. И у банки могут больше и больше выдавать кредиты. У людей, у экономики появляются денежные средства, которые можно вкладывать как в производство, так и в фондовый рынок. Ведь он же растет. А появляется завышенный спрос, начинается рост на фондовом рынке. И мы видим вот такой резкий рост на китайском фондовом рынке, как вы сказали вначале. И потом вдруг неожиданно, причем достаточно так скрыто, Народный банк Китая пытается изъять излишнюю ликвидность. Уменьшает ее. Первая реакция банков тех же самых – получить новые деньги. Как они это могут сделать? Они могут продать акции, которые были у них на руках. И мы увидели такое резкое падение на рынке. А о чем говорит обвал котировок? Можно ли сказать, что фондовый рынок Китая живет своей жизнью? Или же он имеет непосредственное отношение ко всей китайской экономике и говорит о скором ее крахе? Ну, совсем так, чтобы фондовый рынок жил своей жизнью, сказать, конечно же, нельзя. С другой стороны, все-таки китайский фондовый рынок – это особенный рынок. И он не до конца завязан с экономикой, я бы так сказал. Ну, такой яркий пример, смотрите, допустим, в Китае свободного обращения акций всего лишь 38%. При этом, скажем, в Соединенных Штатах 94% акций находятся в свободном обращении на фондовом рынке. Ощутимая разница. Да, ощутимая разница, безусловно. Те акции, которые находятся в свободном обращении, серьезного влияния на экономику не имеют. Потому что это акции, которыми в основном работают частные инвесторы и спекулянты. И именно поэтому, кстати, на китайских рынках достаточно часто явление сильных движений, сильных обвалов. Давайте посмотрим в историю, как это было. В 2007-2008 год обвал китайского фондового рынка почти на 70%. Период 2005 год обвал китайского рынка порядка 35-40%. Все то же самое, что мы видим сейчас. Да, в 2008 году мы это не заметили, потому что был глобальный кризис. А сейчас мы это заметили, потому что, в принципе, ничего другого такого глобального, которое бы у нас трясло, не происходит. Но, тем не менее, все-таки индикатор – это фондовый рынок. И если он начинает обваливаться, то какие-то негативные процессы начинают происходить и в китайской экономике. Во время падения было зафиксировано большое количество спекуляций. Продавцы акций и фьючерсов даже порой действовали вразрез тактики китайских властей, которые пытались стабилизировать рынок. Большой моральный вопрос. Чем должен в первую очередь руководствоваться трейдер? Заботой о стабильности экономики или же собственной выгодой? Мы часто отвечаем на такой вопрос. Нужно понимать, что основное движение на финансовом рынке происходит по экономическим, финансам или политическим причинам. Частные инвесторы и спекулянты используют такие движения для получения прибыли. Осуществляя свои покупки или продажи, они увеличивают волатильность рынка, усиливают движение. Но глобальной ситуации изменить не могут. Любую биржевую ситуацию нужно использовать себе во благо. Об этом мы рассказываем на наших семинарах. Поэтому я приглашаю всех наших телезрителей к нам на бесплатные вводные семинары. Каждый понедельник и среду. Записаться на них можно по телефону, который видите на своих экранах. Кстати, о китайских властях. Как они пытались спасти ситуацию? Инструменты по спасению фондового рынка были придуманы и использованы в США в далеком 1929 году. Сейчас власти Китая стараются повторить все то же самое. Во-первых, успокоить инвесторов. Для этого даже запретили спекулятивные продажи. Во-вторых, предоставляют рынку свободную денежную ликвидность. Снижают ставки по кредитам. Но нужно крайне осторожно использовать такие инструменты, чтобы не попасть от них в зависимость. О том, как работают такие инструменты и как их может использовать любой частный инвестор и спекулянт, мы рассказываем на наших лекциях. Записаться на них может любой желающий по телефону, который видите на своих экранах. А вот интересно, что будет дальше с юанем и с теми странами, которые в последнее время доверились китайской валюте? Напомню, не так давно Россия ввела новшество в виде продажи гособлигаций, номинированных именно в юанях. Пока для юаня ничего опасного не происходит. Причин здесь несколько. Во-первых, юань – несвободная конвертируемая валюта. Курс юаня устанавливается Народным банком. И мы знаем, что Народный банк всегда старался занизить стоимость национальной валюты. Поэтому даже если реальная стоимость юаня начнет снижаться, то в фактических котировках мы этого можем с вами даже не заметить. Отсюда и такой ожидаемый вывод, что для тех, кто так или иначе использует юань в накоплениях, в облигациях Российской Федерации, ничего глобального и критического не произойдет. Ну и опять, мы с вами вначале сказали, что фондовый рынок несколько оторван от экономики, отодвинут. И, соответственно, падает фондовый рынок. Да, это неприятно. Да, страдают инвесторы, частные инвесторы и спекулянты. Но глобальная экономика от этого не очень страдает. Поэтому, собственно говоря, ничего особо критического пока еще, по крайней мере, не происходит. Будут дополнительные звоночки о том, что Китай все-таки замедляет собственную экономику, что не получается у него выйти на те же темпы прироста в 10%, хотя об этом сейчас не идет. Сейчас 7-8% хороший показатель для них. Тогда будем думать, как будут происходить и дальнейшие процессы. Но опять же, это перспектива, скажем, полгода-год еще. Здесь и сейчас никаких глобальных изменений не произойдет, я думаю. А есть все-таки опасения, что падение фондовых котировок повлечет за собой неблагоприятные последствия для всей экономики, которая является локомотивом мировой экономики. Что произойдет тогда? Начнут ли падать уже все рынки, включая нефтяной? Вообще, если говорить о фондовом рынке, то он сейчас очень сильно глобализован. И мы достаточно часто видим, что падение, скажем, на тайкийской фондовой бирже приводит к тому, что начинают обваливаться европейские фондовые рынки, а за ними начинают падать американские фондовые рынки. Это такой стандартный процесс. Поэтому падение на фондовом рынке Китая испугало инвесторов всего мира. И за ним мы увидели, скажем так, снижение интереса к риску на американском фондовом рынке. То есть, по крайней мере, там начинается коррекция. Опять же, это страшно для инвесторов, потому что практически весь американский фондовый рынок сейчас очень сильно перекуплен. И инвесторы находятся в таком ожидании, что вроде бы с одной стороны еще интересно поддержать акции американские, потому что есть перспективы роста, а с другой стороны они понимают, что это исторические максимумы, от которых может начаться серьезная коррекция. И они готовы в любой момент спрыгнуть с этого локомотива. И это страшный момент. Что касается товарных рынков, то влияние на них, падение сейчас вряд ли окажет, точно так же, как и вряд ли окажет влияние на валютные рынки. Но если мы увидим замедление китайской экономики, это будет говорить о том, что Китай будет меньше использовать ресурсов. И это будет удар по ресурсным соседям. Та же самая Россия, та же самая Австралия. Страны-нефтедобытчики тоже от этого пострадают, потому что Китай — это крупный покупатель и нефти, и металлов. Вот это будет действительно страшно. Но пока таких процессов еще нет. Продолжение следует...